Большое спасибо. Для меня большое удовольствие быть здесь сегодня. Я знаю, что у вас прекрасное отделение в Санкт-Петербурге, которое занимается вопросами брахиотерапии и радиотерапии. Мы сегодня, наверное, будем делиться различными способами и подходами, и будем говорить о техниках лечения рака. В настоящий момент мы будем говорить о прошлом, про то, что было 100 лет назад. И, возможно, нам придется поменять подходы к брахиотерапии. И это тема сегодняшнего дня, поскольку брахиотерапия, ну, не совсем, наверное, готова исчезнуть. И, возможно, мы сделаем гораздо больше и достигнем чего-то лучшего. И я сейчас буду говорить о роли и месте брахиотерапии на сегодняшний день. Это предмет, моя лекция – брахиотерапия против МРТ и ГРТ и СБРТ. Мы знаем, что брахиотерапия – это лучший способ давать высокие дозы радиации в малых объемах. Это мы знаем. Она очень эффективна. Но развитие радиохирургии поменяло использование брахиотерапии при опухоле гровного мозга, помогая избежать агрессивности катетеров через хирургические вмешательства. Стелетактическая радиационная терапия, СБРТ, получает новые показания и оптимальные исходы при опухолях небольших размеров, которые помогают избежать инвазивность и дискомфорта брахиотерапии. Вопрос открыт. Существуют депутаты между вопросами инвазивности и результатами. Например, брахиотерапия как инференционная радиационная терапия часто называется, но очень важные результаты – это комфорт и точность. Поэтому здесь мы будем обсуждать. Безусловно, после этой сессии, которая была, когда говорили о радиохирургии, мы также вспоминаем случай использования катетеров в нейрохирургии, и все это достаточно сложно. И в конце мы поняли, что возможно это все делать, но результаты весьма противоречивы. Поэтому мы начали работать в собственной больнице, и мы стали использовать радиохирургические подходы, и нам показалось, что брахиотерапия в отношениях к мозгу закончилась. И ответ был простой – нет места для минимальной брахиотерапии при опухолях головного мозга. Но мне показалось, ну, может быть, и два слайда достаточно, но сегодня тем не менее мы будем говорить о других опциях, поскольку вы знаете, что смертность, распространенность в Российской Федерации от рака представлены в цифрах. Вот моя указка. Вот эта красная линия – это опухоли, где брахиотерапия в настоящий момент является полезной. Если видим количество случаев, то существует тысячи пациентов, которых можно лечить с помощью брахиотерапии на настоящий момент. И, конечно же, не только рак, который связан с большим уровнем смертности, а также кожная меланома – это показания для брахиотерапии. Мы будем обсуждать это, безусловно. Если мы будем сравнивать мужчин и женщин, мы знаем, что здесь обязательным является брахиотерапия. И при раке эндометрии – это тоже обязательный подход. Может быть, не такой агрессивный, но нам нужно пользоваться. Что касается груди, конечно же, мы можем использовать в двух областях. Мы можем это использовать для более молодых женщин, как в качестве бруста, браки бруста. Я расскажу об этом вместо того, чтобы использовать ВБРТ. И при любых других опухолях, более двух, при низком риске. И также в настоящий момент самая лучшая опция – это низкодозная брахиотерапия. Может быть, высокодозная брахиотерапия, которая может использоваться. Это мы говорили о низком риске, а также при высоком риске. В моем отделении многие врачи не согласны. Они считают, что гормон терапии и внешняя радиация – это лучше. Мы знаем, у нас есть данные, которые показывают, что нам следует использовать брахиотерапию. И еще в других, например, при упалих легких или бронхов существует. И у нас еще возникают небольшие опухоли в других, например, легких, которые можно лечить с помощью брахиотерапии. И вот в этом труде, который обнаружил в прошлом году, российский автор написал, это регистр по раку показывает, что уровень заболевания раком груди увеличивается, рак шейки матки увеличивается, но при раке груди уровень смертности снижается, к счастью. Но Штюм говорит, что больше вторичных опухолей, то есть больше поля деятельности для брахиотерапии. И что касается рака шейки матки, то здесь смертность увеличивается. И нужно посмотреть на то, чем мы занимались раньше, пересмотреть, может быть, подходы с точки зрения потерянных лет жизни, то здесь очень большое влияние оказывается на жизнь многих женщин при раке шейки матки. И говоря о выводах, то, конечно, рак шейки матки и риск рецидивов за последнее поколение очень быстро увеличивается. Нам нужно свои приоритеты найти при рациональных подходах. Сейчас очень много случаев для брахиотерапии. И я с профессором Сергеем говорил, что 95% отделения имеют отделение для брахиотерапии. И мы должны пользоваться, и не только с точки зрения, для терапии груди. Это очень хороший инструмент. Подходя к следующему моменту, СБРТ, конечно, сейчас конкурирует и помогает. Иногда мы думаем, исключать ли то или другое. Может быть, работать с двумя этими инструментами. А почему не давать буст брахиотерапии? Мы можем давать более высокие дозы при больших опухолях. Семи сантиметровую опухоль мы можем лечить и достигать полной иллюминации опухоли. Это возможно только благодаря брахиотерапии, потому что доза, которую мы подвозим, очень высокая. Почему это очень важно? Потому что уровень смертности в раке шейки матки в Африке, в Америке очень высокий. А в восточных европейских странах и России – это действительно проблема. Если мы сравниваем с Испанией, мы видим, что действительно огромная работа предстоит. Нам очень нужно сделать. Мы можем перейти к новым техникам. Например, очень прекрасный труд был написан, что одновременно интегрированный буст на основе ПЭТ, короткий курс. ПЭТ показывает вот такой эффект при местно распространённом раке шейки матки. При интегрированном бусте очень высокие дозы в правильном месте попадаются. Это очень сейчас хорошо работает по сравнению с тем, что было раньше, 10 лет назад. Это очень хорошее решение. Можно использовать ВИМАТ, можно протоны использовать. Мы можем достигнуть очень хорошего распределения. И это тренд в Соединенных Штатах, когда мы пользуемся вот такими трудами. Мы также наблюдали, что вот в этом обзоре 7 тысяч случаев раке шейки матки, 63% с помощью бракетерапии. И использование бракетерапии позволило снизить смертность. В настоящий момент очень многие люди решили, что СБРТ и одновременно интегрированный буст могут стать очень хорошим решением для избежания инвазивности бракетерапии, с одной стороны. Поэтому бракетерапия вот здесь, вот на этом моменте, снижается в использовании. А вот здесь лечение бракетерапии и отсутствие бракетерапии. И не только локальный контроль, а также общая выживаемость. И вот здесь видите очень большая разница. Это критическая разница, очень впечатляющая разница. Что происходит? Мы подумали, что получим приблизительно сходный результат. И так и нет. То есть отсутствие бракетерапии сокращает выживаемость и специфическую выживаемость при раке шейки матки. Нужно иметь это в виду. И я хочу сказать следующее. Существенное снижение уровня бракетерапии при раке шейки матки в США наблюдалось. И что врачи от них требуют использование бракетерапии в настоящий момент там, где это возможно. Но, конечно, могут отсутствовать условия, и пациентам придется за 100 километров куда-то ехать, чтобы решить. Ну, конечно, приходится в другие центры направлять пациентов. Поэтому рекомендуется, чтобы пациенты обращали в центры, мы называем их центры, которые имеют опыт использования бракетерапии. Мы знаем, что бракетерапия – это наиболее важный прогностический фактор для осуществления местного контроля. Существуют еще и другие факторы, но этот фактор очень важен. Также у нас имеется вот такая редакторская статья в журнале. Куративно-радиционная терапия для местно распространенного рака шейки маток. Брахиотерапия не является выбором. Например, вы можете беседовать с гинекологами, потому что пациенты, которые лечились в небольших центрах, маловероятно, что у них будет возможность использовать брахиотерапию. И поэтому необходимо применять более низкие дозы и более длительное время для завершения лечения. Многие женщины, которые получают неадекватное лечение, это может привести к рецидиву, токсичности, к смерти. И нам нужно улучшить на 10% выживаемость, просто придерживаясь определенной практики, определенных рекомендаций. Нам необходимо принимать этого внимания также. Брахиотерапия при раке шейки матки обязательно. И эта тенденция сейчас разворачивается и набирает обороты. Потому что в данном случае, я не знаю, видно или нет, это стандартные случаи КТ-сканирования. Мы использовали стандартные протоколы, стандартное распространение дозы. Но в данном случае мы не должным образом провели лечение. Вот какой результат? Через год и через полтора мы видели рецидив. Рецидив параметрии. И пациентка погибла. Это означает, что нам нужно было делать что-то другое. Точка 1, она полезна, но не всегда достаточно. Нам необходимы иглы параметральные под контролем ультразвука. Нам нужно использовать лучшие техники. Это означает добавить вот эти иглы в параметрии для того, чтобы изменить эту форму дозы, для того, чтобы покрыть всю эту область. И имеется система УТРЭХ или ВЕНА, аппликатор с иглами. Вы изменяете дозу. У вас уже не круглая изодоза, а в виде эллипса. Это уже новая техника начала применения, но нужно использовать это. Может быть... Я хочу еще вам показать вот эти устройства, которые применяли мы. А здесь хочу объяснить, почему брахиотерапия работает. Это объем дозы, ДВХ. В этом случае мы... Доза 150%, 6,5 грей, 4 фракции. Вот на эту область. 150-100, вот эта зона. Мы применяем большую дозу, чем та, которая предписана внутрь объема. Общая радиация. А внешняя радиация. Мы используем 4 фракции. И КВИД-2, 40 грей. То есть общая доза 90 грей. Очень сложно достичь таких результатов. Если, например, объем 150, мы даем эквивалент 115 грей общая. И небольшая, если доза, мы даем больше, чем 150 грей. Это изумительно. Это только так, как мы можем контролировать эти большие опухоли. Потому что нам не нужно перестараться, скажем так. Мы даем большие дозы в случае рака матки и рака предстательной железы. Это вот то, как работает брахиотерапия. Мы можем дать такую большую центральную дозу. Конечно, мы можем сравнить СБТ. Это работа, которая показывает, имеются различные опции. С брахиотерапией эта доза и с киберножом. Вот эти две кривые показывают. И в конце концов, вот, может быть, доза в периферической зоне несколько больше в этой области. Но, в конце концов, все равно общая доза большая. Мы не сравниваем две различные техники, которые мы можем использовать. Внешнюю радиацию с АМРТ и брахи-буст. Принимаем во внимание вот этот случай. Несколько лет назад. Параректальное вовлечение. Невозможно было использовать здесь систему УТРЭХа с иглами. Тогда у нас не было этой системы. Мы решили использовать, да, может быть, немножко свет приглушить. Я хочу показать, как мы ввозили иглы перинеум под контролем трансректарного ультразвука. И вот эта зона, которую просто невозможно было охватить, но с помощью вот этих пластиковых игл мы адаптировали эту методику. И это было пять лет назад. А в то время мы думали, что невозможно было вылечить эту опухоль. Постоперативная вагинальная бракотерапия, которая можно заменить здесь на АМРТ. Общий целевой объем можно достичь, используя как АМРТ и HDR. Но доза при бракотерапии всегда больше. Средние дозы показаны на экране. И опять же, облучение на прямую кишку и на мочевой пузырь значительно ниже при использовании HDR. А что касается эндометриального буста с бракотерапией, в некоторых случаях, например, невозможно в случае эндометриальной карциномы использовать хирургическое лечение. Поэтому мы использовали вот такие аппликаторы, тройные, и использовали высокодозную бракотерапию с незначительной токсичностью. Достаточно низкая доза была направлена на окружающие нормальные ткани по сравнению с SLTT. Но не было никаких вариаций изменения доза из-за движения матки. С бракотерапией всё находится на месте. Брахиотерапия работает лучше, потому что здесь не происходит движение тела человека и движение органа, которое облучается. Давайте посмотрим следующее. Брахиотерапия – две возможности. Это брахиобуст при лечении молочной железы, потому что брахиобуст в данном случае мы применяем большие дозы. Мы знаем из этой работы, которая была опубликована в Ланцете, что радиация используется радиотерапией не только для местного контроля, но и для увеличения выживаемости. Мы можем ждать не 5 лет, а мы можем достичь выживаемости до 5, 10 и 15 лет для того, чтобы сделать это заключение. Каждая одна из четвёртых местных рецидивов, можно избежать этот рецидив. Мы говорим о тысячах женщин, которые страдают раком молочной железы, и при хорошем местном контроле мы увеличиваем выживаемость. В случае раком молочной железы мы можем выиграть до 20 лет. Может быть, вы знаете, это очень большое исследование, европейское исследование. 5 тысяч пациентов было включено в это исследование. В этом случае сравнивались отрицательные края и резидцированные опухоли. Мы применяли, но это было очень давно, где-то, примерно 15 лет назад, использовали следующие. Без буста 50 грей или с бустом 50 грей плюс 16 грей. В тот момент мы поняли, что через 10-20 лет происходит серьёзная разница. Буст нужен в определённых случаях, необходим. Всё это, основные факторы, это возраст. Если мы сравниваем 50-60-летние женщины, 40-50, 35-40 и моложе 35 лет, мы видим увеличение риска рецидива. Здесь нет никакой платой, было не достигнуто. Что это означает? Что мы говорим, например, не рецидив, а возникновение новых опухолей. И существенная разница возникала в течение первых 50 лет. Нам нужно делать что-то в самом начале. Надо выбрать наилучшую технику для того, чтобы осуществить наилучший местный контроль за опухоли, для того, чтобы снизить риск возникновения повторных опухолей. Вот эта таблица покажет то же самое. Возраст в этом случае с бустом и без буста. 30, 40, 50, 60 – это возраст пациенток. В любом возрасте буст полезен. Но, конечно, у более пожилых пациентов разница не такая высокая. Давайте посмотрим здесь. Моложе 40 лет женщина, 41, 50 лет и старше 50, 60. Имеется разница. Бус всегда хорошо работает. Но вот в этом случае 61, 70 лет не может быть не очень высокая разница. 50 лет женщине. Может быть, мы можем сказать до менопаузы, после менопаузы. Но во всех исследованиях используются разные возновные группы. Но в возрасте до 50 нам нужно делать что-то ещё. И опять же, это исследование сравнивает различные способы применения буста. Они сравнивали вот здесь электроны, фотоны, интерстициальный буст или вообще никакого буста. Даже если, например, это было не целью данного исследования, мы видим, что брахиотерапия что-то лучшее нам добавляет. И в тот момент ещё так не использовалась брахиотерапия. Техника применения, она очень важна. Какое соревнование сейчас существует? Почему, например, используете иглы или одновременно интегрированный буст, СИП? В Испании мы это делаем. Но только не во всех, но в нескольких стационарах. Мы достигаем очень высокие дозы. Мы можем дать 3.2 грей. Здесь зона риска 3.5 грея. Но это эквивалент 60 или 68 грей. А, например, нам нужен стандартный буст 66 грей. Не всегда, но нам нужно иногда 66 грей. Это на самом деле не очень высокая доза. Для большинства случаев это полезная доза, но не всегда. И опять исследование проводилось, когда они увидели, что вот с таким высокой дозой у нас получается больше осложнений. Может быть, то же самое случается с брахиотерапией. Но нам нужно, конечно, подождать и посмотреть. Но в случае высокой группы риски, может быть, эта доза недостаточна. Нам нужно что-то большее. И, конечно, мы можем использовать одновременно интегрированный буст. 752 случая рака молочной железы. Очень хороший местный контроль мы использовали. 98,9% это хороший локальный контроль. Вот эта методика СИП неинвазима, неинвазима. Не во всех случаях рака молочной железы нужен буст. Но нам ещё нужно наблюдать за пациентами, по крайней мере, в течение 10 лет для того, чтобы понять, будет ли это одновременно интегрированный буст, эта методика, золотым стандартным будущего или нет. А как нам вести себя в случаях высокого риска? Мы знаем, что брахиотерапия, например, вот высокая доза, мы должны получить эту высокую дозу, дать внутри. Мы даём периферическую зону, но внутри нам нужна очень высокая доза. Это то, что может сделать брахиотерапия для осуществления хорошего местного контроля. И вот это исследование, они сравнивали периферическую дозу, например, в случае частичного облучения молочной железы 10 на 3,4 грей. Это эквивалент 42, если А, Б. Но мы считаем, что градиент дозы, то есть это доза, которая внутри объёма, эквивалентная доза должна быть, возможно, 67. Таким образом, если мы даём одну фракцию, возможно, это будет не 17, а 20 грей. То есть мы даём очень высокие дозы, возможно. Мы это называем быстрый буст или фастбуст. Пациент приходит в больницу, мы делаем местную анестезию, седацию. И в этом случае мы пользуем фракцию 7-8 грей. И можем всё это почитать в течение 10 минут. И мы опубликовали наши результаты, которые касаются молодых женщин. То есть женщин до 45. Это высокорисковый случай, который я показывал. И вот видеть неудачи в течение 10 лет – это буквально 4,4. Вот сравнение. Молодые женщины до 40. В нашем исследовании у нас 5,6% в течение 10 лет. Это неудачи. И вот с бракет-райпи мы можем предложить хорошие вещи. Если 50 грей, конечно, недостаточно, но 66 грей в сравнении с одномоментной фракцией, мы видим, что у всех женщин до 50 лет мы пользуемся вот этим одномоментным бустом. В одну фракцию утром. Да, конечно, мы можем рассматривать близкие или положительные края. И мы опубликовали два труда, показывающие, что бракет-райпи может предложить. И что это мы опубликовали с положительными закрытыми краями от 2 до 4 миллиметров. В этих случаях используются иглы, и доза несколько выше. И мы пришли к выводу, что у нас очень хорошие результаты в течение 10 лет. То же самое, как и в отрицательных краях. И здесь мы видим разбивку по возрастам у женщин за 50. Мы видели, что повторная интервенция не является обязательной. Конечно, при положительных краях лучшая резекция, но это не обязательно. С бракет-райпи мы можем иметь 4,6% рецидивов. И все это дает эффекты. И следующий момент. Частичное облучение. Были более масштабные исследования, посвященные этой теме. Это фаза треть исследования ГЕКЭСТРО. И в настоящий момент еще исследования идут. Но нам нужно больше, конечно, времени для этого, чтобы поделиться данными. Но при внешней радиации мы получаем хорошие результаты. Мы сделали исследование РАПИД и исследовали токсичность. Да, мы лечим кожу, мы лечим ребра. Я уже говорил. Из бракет-райпи и интерстициальной бракет-райпи мы этого не делаем. Вот это до бракет-райпи, до внешней радиации. Что делается с эксклюзивной бракет-райпи с мультикатетером? Мы используем ультразвук. Мы видим, как можно лечить. Посмотрите, кстати, вот это импланты, которые делаются после операции. Нам нравятся переоперационные импланты. Мы работаем. Те, кто сотрудничает с хирургами? И вот, посмотрите, какие иглы используются. Клипсы находятся внизу. В второй момент мы вставляем катетер, затем закрываем полости и заканчиваем имплантацию. И затем мы видим клипсы, расчетные ложи опухоли. И идет адекватное лечение. Результаты – это очень хорошие долгосрочные результаты, но доза меньше, чем при внешней радиации ОР. Возможно, это не так важно, но бракет-райпия предлагает такие возможности для вас. И, безусловно, мы можем использовать бракет-райпию как терапию спасения. В настоящий момент показано, что у нас более 90% локального контроля при раке груди. При институционной бракет-райпии нет никакой другой техники. И также мы сейчас переходим к коротким трём сессиям. Я имею в виду, что мы тестируем бракет-райпию в течение двух дней. И вот было исследование VIPBI с тремя фракциями. С одной фракцией у пациентов за 65 было показано, что одна фракция может быть полезной. Но мы посмотрим. В ближайшем самом будущем мы получим результаты. Сейчас мы перейдём к простате. Очень быстрый взгляд. Я хочу показать, что простата, рак простаты, конечно, требует очень серьёзного контроля. Мы лечим пациентов там 50-60 лет. Нам нужно, конечно, при этом сделать что-то новое. Вы знаете, вот такой труп, который был написан Питером Грином, который говорит о том, что бракет-райпия в сравнении с другими технологиями, является полезным. Но не все в это верят. Поэтому был предложен анализ с очень высокими дозами внешней радиации. Более 801 Грея. Но мы такие дозы при внешней радиации облучения не даём. Но используется при низком риске, при международном. Чем выше доза, тем лучше. И сравнивать результаты с использованием 86 Грей и бракет-буст. И вот результаты. Разница очень впечатляет. Тогда мы пользуемся бракет-бустом, мы получаем лучшие результаты. Это для промежуточного риска и высокого риска. А для низкого риска мы не пользуемся. И мы знаем, что Питер Хоски сделал исследование и проводил сравнение. И опять-таки было исследование 2017 года. Мы видим очень впечатляющие результаты, которые касаются группы с промежуточным высоким риском при раке простати. Буст, конечно, может быть абсолютно разным. И на следующем слайде очень интересно. Мы сейчас подходим к схемам гипофракционирования. Более высокие фракции сейчас мы знаем. И вот это исследование, где 60 Грей, 20 фракций подводилось. И мы видим кривую, мы видим сравнение с исследованием канадским исследованием. Я уже говорил о нем. Вот исследование Андерсон и Ассент, и Канада. И мы получаем такое плато, когда бракетерапия и сравниваем с другими. Вот это нисходящие кривые. И я считаю, что будущее. Да, конечно, бракетерапия очень хорошо также для выживания, для выживаемости. Что касается общей выживаемости при бракетерапии, есть труды, которые показывают, что она лучше. Не только с точки зрения местного контроля. Бракетерапия предлагает лучшие DVH в сравнении с другими техниками, которые тоже очень хороши. Можно использовать внешнюю радиацию. Но у нас есть DVH, высокие дозы. И с внешней радиацией трудно достигнуть максимальных результатов. В случае с низким риском СБРТ, 5 фракций, дается это очень хорошо. Это, возможно, одна из опций для будущего. В этом случае мы видим, что система работает. Но это касается использования киберножа. Не все могут пользоваться техникой кибернож. И мы можем в этом случае сделать сравнение. Я вам покажу. Очень важно. Это НПСА. В настоящий момент мы должны ждать. НПСА была ниже с РБТ и HDR в сравнении с АМРТ. И в настоящий момент мы сейчас рассматриваем все эти показатели более внимательно. Я покажу вам другие опции. Например, мы можем пользоваться эндолюминантной брахиотерапией. Это стандарт СБРТ при раке легких. Но объем, как мы видим, объем брахиотерапии меньше. Для более мелких объемов, а не для больших, нам необходим эндопронхиальный подход. Но брахиотерапия абсолютно полезна. Я не знаю, видите ли вы здесь опухоль. Жалко. Но можете видеть, как может исчезнуть полностью опухоль. Потому что вы лечите только этот участок. Можно СБРТ пользоваться. Но если брахиотерапия, почему 6 фракций не подать в облаторных условиях? А вот это вот буст брахиотерапии при раке трахе и бронхов. Брахиотерапия абсолютно лучший способ для лечения и пищевода. Мы видим, вы видите, был труд Андерсона, где как раз говорится в пользу брахиотерапии в виде буста, поскольку 40% рецидивов возникает. И мы не можем дать больше 60 грей в пищевод. И также назофрингеальный рак. То же самое в Вене было. В Вене и в Амстердаме использование. Говорят, что когда мы используем брахиотерапии, отсутствуют рецидивы. Опять-таки брахи-буст очень полезен при назофрингеальном раке. И очень легко используется. Но интерсоциально. Карцинома языка, опять-таки мы можем сохранить функцию. Потому что меньшие объемы. Можно перепротивные импланты. Можно делать частичную классектомию с брахиотерапией. И в этом случае результаты лучше. Потому что объем всегда меньше. И безусловно, во всех ситуациях брахиотерапия может дать хорошие результаты. Тут, в общем-то, не так все просто. В настоящий момент с МРТ, конечно, тут нельзя конкурировать. Но нужно скомбинировать и то, и другое. И это еще одна из опций. А вот при жевательных мышцах, раке жевательных, тут тоже брахиотерапия может использоваться. А вот рак губы. Мы видим, что опухоль буквально исчезла в несколько дней, в течение пяти дней. И это невозможно было бы сделать с внешним облучением. И также анальный канал. Можно дать буст, можно сфинкер сохранить. Это очень легко сделать в течение двух дней. Можно лечить пациента после внешнего облучения. И это последние картинки. Мы видим, что при раке кожи можно лечить опухоль различными способами. Но это нелегко. Можно вставить иглы, вот реакция. А это результат буквально сразу. Поэтому брахиотерапия действительно очень хороший подход. А вот опухоль, которую можно лечить, можно дать дозу, которая будет соответствовать носовой части. Особенно также для черепа, черепной области можно получить хорошие результаты. Еще один пример. Пальцы, глаза, орбитальная область. А вот мы видим, что шейкоматки энтометрия, брахиотерапия не может быть замещена СБРТ. И также буст, брахиотерапевтический буст в раке груди позволяет получить более длительный контроль. При случае с низким риском АПБА и брахиотерапия, возможно, эффективно в течение одного-двух дня. И лучший контроль над ПСА и выживаемость достигается для простаты с бустом брахиотерапии. В случае с низким риском СБРТ в течение пяти дней может быть альтернативой для брахиотерапии. Но долгосрочный результат еще не получен. Голова и шея, пищевод, бронхи. Естественно, это те области, где брахиотерапия очень хорошо работает. Следует неинвазивные технологии предлагают, но и лучший комфорт. Это желательно. И брахиотерапия является очень хорошей опцией. Это Валенция, новая Валенция. И я приглашаю вас приехать туда. А это старая Валенция. И не забудьте, что старая вещь, адаптированная к современности, является очень важным. Спасибо. Большое спасибо за Ваш интересный доклад, касающийся применения брахиотерапии при самых различных локализациях. Но, к сожалению, он был несколько больше, чем предполагалось. Поэтому у нас осталось для дискуссии 6 минут. Значит, максимум задать 2. Вряд ли больше получится вопроса. Вопрос, конечно, очень важный. Потому что действительно ли брахиотерапия по-прежнему остается самое важное значение в клинике? Или в какой-то мере она начинает уступать более точным, дистанционным методам обучения, о которых здесь вот говорилось и на предыдущей сессии. Так, пожалуйста, у кого будут какие вопросы? Спасибо огромное за интересную лекцию. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, при лечении рака молочной железы отмечали ли Вы появление радиоиндуцированных опухолей, таких злых, допустим, как ангиосаркома? Были ли какие-то вот отмечены такие случаи? Я помню два случая ангиосаркомы после буста, после применения внешнего излучения. Но мы пролечили 1600 пациенток, и практически случаи очень редкие. У меня есть вопросы. У меня короткий вопрос. Я знаю, что у Вас огромный опыт повторного лечения, повторной лучевой терапии после повторных консервативных хирургических вмешательств у больных раком молочной железы. И мы в этой ситуации, конечно, всегда опасаемся косметических дефектов после повторного облучения. Вот что Вы можете сказать на этот счет? Это очень хороший вопрос. Но сравнивая результаты, косметические результаты, сравните с мастектомией. И именно поэтому проводились клинические исследования в этом плане, потому что с этической точки зрения это невозможно. Но наша рабочая группа, мы подготавливаем работу. 300 пациентов, 300 пациенток с сохраненной молочной железой, ограносохраняющей операции, и те, которым была сделана мастектомия. У нас имеется 98% местного контроля. Это лучше, чем проводить пациенткам мастектомию. Низкий риск, согласно гайдлайнам. Вероятно, конечно, самая лучшая опция в случае рака молочной железы, это не мастектомия сейчас уже выходит на первый план. Продолжение следует...